И сегодня мы хотим представить вам наш новый проект «Топ-турниры». Это сервис по организации игровых турниров онлайн, где игроки могут в простые, хорошо нам известные, логические игры выиграть ценные призы. Как-то совсем так плохо видно. Надеюсь, вам что-то будет видно. Одно из преимуществ нашего проекта — это то, что мы решили отойти от классического понятия азартных игр, всем известных интернет-казино. У нас нет ставки, нет влияния случайности на выигрыш. Также игроки участвуют в асинхронных сражениях. То есть они могут быть, не обязательно быть онлайн одновременно при участии в турниры. Наши каналы распространения, в первую очередь, социальные сети. То есть в ближайшее время мы выходим на русских социальных сетях. Это «Малру», «Одноклассники», «ВКонтакте». В свое время мы думаем также выходить на «Фейсбуке». Также после этого партнерские сайты. И свой отдельный портал разрабатывается, который называется «Топ-турниры.ру», где будет представлен полностью сервис турниров. Наша аудитория очень обширна. То есть в первую очередь это люди, которые любят соревнования, им нравится азарт. При этом им не важно и не столько имеет значение выиграть за счет случайности. А им нравится добиваться результата за счет своих умений, ума, логики. При этом не имеет значения возраст, пол или род деятельности. Это могут быть домохозяйки, офисные работники. И при этом не обязательно хорошо разбираться в компьютере. То есть просто заходишь и играешь в обычные, хорошо знакомые игры, которых нам расскажет Алексей. Спасибо, Ольга. Еще раз повторюсь, меня зовут Алексей. И я немножко расскажу о турнирах с точки зрения игрока. Ну, об устройстве. Но совсем коротко, потому что презентация сегодня немножко не о том. Как уже было сказано, в первую очередь это общедоступные для всех игры. Это, пожалуй, знакомые всем из детства или, может быть, из офисных будней. Игры линии, три в ряд, минор, пассиансы, косынки, да что угодно. Те же арканаиды. Не обязательно это логические игры. Это, может быть, игры действия. Вот таки, в которых нужен определенный скилл. Тоже было сказано, что победа в первую очередь основывается на личных навыках игрока, а не на каком-то случае, на удаче. Все находятся в равных условиях, в пределах одного турнира. То есть, опять-таки, случаи у меня влияют на результат, что можно сказать, что все происходит по-честному. Вот. По правилам турнира совсем коротко. То есть, турниры отличаются в основном, имеют такие параметры, как количество участников, среди которых разыгрывается приз. То есть, минимальное и максимальное. Также протяженность турнира по времени. И, конечно же, требования к игроку для начального входа в сам турнир. Ну и, соответственно, выигрыш, соответственно, всем предыдущим параметрам. Тут схематично представлено, как игрок видит выбор турниров для каждой конкретной игры. То есть, он сразу может ознакомиться, сколько необходимо игроков, чтобы турнир состоялся. Стоимость входа в различных ресурсах. Требования к нему, как игроку внутри системы. То есть, его прогресс, какие-то достижения. Ну и, конечно же, сам приз, который он может получить в результате победы в данном турнире. И, соответственно, он уже выбирает турнир по своим возможностям и потребностям. Все турниры условно выставлены в лестницу по сложности. И по возрастающим пользователю выставляются требования. То есть, во-первых, это какие-то ресурсы, такие как энергия, которая необходима для входа в турнир, для переигрывания. Такие определенные предметы, которые он получает, например, от социального взаимодействия, выиграет в других турнирах и так далее. Ну и также его личные достижения, такой небольшой RPG-элемент. То есть, дольше играем, у нас лучше получается, и мы получаем доступ к лучшим турнирам. Ну и, соответственно, различные ресурсы он может получить за социальную активность, общаясь с друзьями, приглашая друзей, даря подарки, получая подарки. Активно играя и выигрывая, качественно играя, соответственно. Ну или если у него ни то, ни другое не получается, он может расслабиться и купить это за деньги. Каждый игрок имеет возможность улучшить свой результат в каждой конкретной игре. То есть, в первую очередь, это тренировка, которая повышает его личный навык. Он может, не боясь проиграть что-то, просто тренироваться, тренироваться, при этом получать ранг и определенные плюшки за какие-то значения рекордов. Далее, это внутри самих турниров, это переигрывание для улучшения своего результата внутри турнира. То есть, пока идет время ограниченное, он может еще раз сыграть, еще и еще попробовать и в результате чего-то добиться. Сравнивая свой результат с другими и смотреть, какое у него сейчас место. Ну и немножко стоит, наверное, задержаться на бустерах. Это одна из основной монетизации. Бустеры – это предметы, которые влияют на ход игры, которые человек может приобрести как за виртуальную валюту, так и за вложенные реальные деньги. Но не стоит это рассматривать как прямой путь к победе, как дисбаланс какой-то в сторону реальщиков. В первую очередь, ими нужно еще пользоваться. То есть, каждый игрок для себя составляет какие-то наборы, какие-то, как, не знаю, стратегия вырабатывается. И у каждого игрока свои соответственные наборы и предпочтения. Выигрывая в турнирах, получаются, скажем так, две категории призов. Это виртуальные и статусные, то есть это награды, достижения, которые ему открывают доступ к следующим турнирам. Это статусы, рейтинги между других игроков и среди своих друзей, то есть что может сравниться. Также там внутриигровая валюта и виртуальные предметы, которые помогают ему играть дальше, лучше, качественно и в лучших турнирах. Ну и, собственно, ценные призы, ради которых большинство аудитории приходит к нам. То есть, на этих пунктах, скорее, Ольга дальше восстанавливается немножко детальнее. Наш проект, тоже было сказано, что в социальных сетях распространяются, также партнерские программы и стендовоем свой портал. Даже отдельный портал, не имея отношения к соцсетям, принимает все наилучшие, скажем так, вирусные механики, которые присущи соцсетям. То есть это социальное взаимодействие с друзьями, каждый игрок заинтересован пригласить еще больше и больше друзей, дарить им подарки, вызывать их на дуэли, сравнивать их результат со своим и так далее. Что позволяет приглашать, удерживать, возвращать новых игроков, ну и старых, соответственно. Все механики из социальных игр, как говорили уже, тайм-менеджмент, это отложенные действия. То есть это восстановление энергии, за которую он может переиграть. То есть это длительность турниров, когда ему нужно зайти и узнать результат, выиграл он что-то или нет. То есть ежедневные подарки, ну и соответственно, тоже продвижение полезности турниров, улучшение себя внутри системы, получение наград и так далее. Ну и опять-таки, само собой, получение новых ценных призов и приходит рассылка на email, из которой он узнает, о, вот я хотел вот этот iPad, я его обязательно выиграю, я приду. Хоть я, может быть, уже месяц там не был. Для проекта в целом выбрана монетизация игроков в ретуплой модели. То есть любой желающий может зайти и начать играть полноценно, без необходимости вкладывая сразу же деньги. Ну, а деньги, соответственно, уже тратятся на различные виртуальные предметы, игровую валюту, возможность переиграть, улучшить свой результат. Также никуда без премиум членства в клубе, с определенными плюшками, без маньячества, без дисбаланса. Скажем так, монетизируется любой абсолютно игрок, даже не платящий. То есть медиареклама, баннеры никто никуда не девает. Также такая новая вещь, как спонсорские действия, когда от игрока будет требоваться не вложение определенных средств, а, например, перейти на сайт спонсора и выполнить какие-то действия, поучаствовать в опросе, зарегистрироваться и так далее. Но все на этом еще остановится Ольга, пожалуй, дальше опять ее часть. Спасибо. Спасибо. Так, теперь продолжаю я. По поводу привлечения аудитории, как мы это планируем. То есть Алексей уже сказал, что это будет вирус на распространение в социальных сетях, потому что в первую очередь мы выходим в социальные сети. Конечно же, это установка партнерских программ на других сайтах. Также будем делать флеш-игры, размещать их на популярных флеш-порталах и обратная ссылка на наш сайт. Никто не отменяет SEO-оптимизацию, она всегда хорошо работает. Покупка медиарекламы в социальных сетях, где у нас приложения, играх, сайтах, а также партнерства с владельцами трафика по модели разделения бизнеса. И чуть более подробно по поводу партнерской программы для сайтов, у которых есть своя аудитория. У вас есть аудитория, у нас есть сервис, вместе мы можем получить прибыль. Что получают партнеры? Это в первую очередь уже готовый монетизирующий ваш сайт-сервис, который очень легко и быстро можно подключить. Всегда эта проблема удержать пользователя на своем портале. Турниры могут помочь вам в этом, чтобы пользователь больше проводил времени. Играл, был заинтересован, выиграл. Также реферальная и вирусная система, это новые пользователи, то есть их привлекаем. Ну и, конечно же, разделение прибыли. А на тему рекламодателей. Что мы обеспечиваем? Есть разные способы. Можно по-разному проводить рекламные акции. Один из вариантов – это вы даете свой продукт, мы начинаем турнир-акцию, рассылаем по всей нашей базе рекламу, также проводим рекламу в социальных сетях, в партнерских программах на нашем сайте. Висят баннера, рассылаются, все знают о вашем продукте. Также можно сделать возможность войти в турнир, человек видит какой-то предмет, который ему нравится, который он хочет, понимает, что он может выиграть его бесплатно, но при этом, чтобы зайти в турнир, ему нужно либо зарегистрироваться на вашем сайте, либо купить какой-то продукт, возможно, подписаться на вашу рекламу, на опросы, на подписку и любые другие действия, которые мы можем вместе придумать для пользователя. По поводу рынка. Уже неоднократно говорили, что рынок все-таки растет русскоязычный, пользователь привыкает, что он может платить, ему нравится играть за счет социальных сетей, развлекательных порталов, поэтому он постоянно растет, что не может нас радовать. По поводу конкурентов. Основные конкуренты на русскоязычном рынке – это игрон и гейм-турнир. Какие у них преимущества? То, что в первую очередь они уже вышли, и у них уже раскручены свои сайты, и при этом у них больше каталог игр. Но при этом есть и недостатки. Во-первых, они не используют те же каналы, которые планируемы использовать мы, у них нет выхода на социальные сети, у них нет партнерской программы, у них нет вирусных механизмов, что большой плюс, как для нас. И заканчиваем мы на потребностях проекта. На данном этапе у нас не хватает разработчиков, программистов сервисной части и менеджеров по развитию бизнеса. Также мы бы с удовольствием поговорили по поводу инвестирования, партнерам, которым это интересно по трафику, рекламодателям и рекламным агентствам. Поэтому можете в конце, если будут еще вопросы, обращайтесь, с удовольствием поговорим. Вот наши контакты. Наш главный продюсер мы услышали на панели экспертов Алексея Гончаров. Обращайтесь, пишите, с удовольствием еще поговорим. А по поводу вакансий, да, можете прямо сейчас подходить, если кто-то еще остался из этих вакансий, с удовольствием с вами пообщаемся. Большое спасибо, если есть вопросы, задавайте. Да, вопросы из зала. Да, добрый день. Вопрос, это все уже запущено, в какой-то бете есть, и если да, то какая уже конверсия, то есть вы уже смотрите, то есть люди, которые приходят к вам, которые остаются хотя бы на поиграть. Ну, если есть уже подсчеты, то есть по возвращаемым игрокам. То есть просто садятся ли, цепляют ли людей именно играть в обычные игрушки, которые они тратят время там в офисе еще где-то, но именно играть это на портале. То есть есть ли уже... Спасибо за вопрос. На данном месте есть рабочая бета, полностью фактически реализованная система. Мы ее дорабатываем, и в ближайшее время будет релиз публичный уже. То есть сразу в релиз на социальные сети, мы ее дорабатываем. Пока это об этом понятно. А еще тогда такой вопрос. Вы вот рассматривали с рекламодателями там варианты, ну, не знаю, то есть понятно, пока еще не запустились, потому что, может, как совет, просто брендирование, то есть, грубо говоря, там, каких-то именно конкурсов или каких-то турниров именно под эгидой кого-то, или там даже вплоть до того, что игры будут там, ну, принадлежать к какому-то. То есть много... Безусловно. Это одно из направлений. Причем, тут палка на двух концах, можно за каждую взяться. С одной стороны, мы устраиваем турниры для спонсора, а с другой стороны, спонсор может на своем ресурсе устроить просто нашим инструментарием у себя акцию. То есть, например, каждый купивший колесо может сыграть в игру и выиграть машину. Вот в такой виде. Тут просто такой момент, потому что, в принципе, если вы будете просто брать деньги именно с простых участников, просто не факт, что они будут стоять. А если, вот, допустим, вариант монетизации на B2B, то есть, просто вы предоставляете турнир для кого-то, возможно, это будет и проще, то есть, они в рекламных акциях будут его принимать. И тут вы не попадаете там под всякие вопросы гемблинга, это не гемблинг и тому подобное. Вообще, удачи. Спасибо, кстати, за идею такую, мы около нее ходим, но вот вы ее озвучили. По поводу гемблинга, я могу чуть остановиться, мы всеми силами стараемся уйти в сторону, вплоть до формулировок даже слов употребления. То есть, такие, как случайность, если там успех, шанс, мы используем случайность, потому что в законе это. И мы говорим, у нас нет случайности. У нас каждый иглок в одинаковых условиях внутри турнира. Еще вопросы? Вы, может быть, не поймете, о чем идет речь в данном случае, потому что проект довольно специфический, и он рассчитан, в первую очередь, на тех, кто играет в игры, в онлайновые игры. Но, может быть, кто-то из вас состоит вообще в кланах, и, может быть, немного поймет его, в принципе, специфику. Территория клана, у кого есть Wi-Fi, компьютер, можете посмотреть, есть версия уже в интернете, работающая полгода там, что-то в этом плане. Я с вами поговорю, вот, начну с этого. Рынок онлайн-игр, в принципе, мы оцениваем его, ну, где-то миллионов 20 пользователей, наверное, ну, я вру, миллионов 10 пользователей, если говорить про игроков, которые играют в онлайн-игры, а по деньгам это примерно 200 миллионов долларов в все игры СНГ. Да, СНГ. Если говорить о рекламных бюджетах, то общая методика такая, что тратится около половины процентов, половину дохода на рекламу. Соответственно, примерно, там, 100 миллионов долларов рекламные бюджеты, например. Собственно говоря, проблема. Проблема заключается в том, что в любой игре, которых, ну, например, несколько сотен, есть такое понятие, как объединение игроков. Называются это кланы. И у клана, для них это очень важно. Важная часть их существования вообще у клана – это наличие какого-то инструмента, который позволит им взаимодействовать друг с другом, как в игре, так и вне игры. Потому что, например, есть игры хорошие, крутые, которые позволяют, в принципе, кланам взаимодействовать друг с другом как-то в игре. А есть игры, которые, в принципе, не могут, ну, не хватает сил, времени у разработчиков для того, чтобы дать кланам необходимый инструментарий для взаимодействия друг с другом. Кроме того, очень многие игры требуют, чтобы у клана был клан-сайт. Собственно говоря, мы предлагаем, лейб-мотив или основная фишка нашего проекта заключается в том, чтобы дать кланам и игрокам кланов возможность создавать клан-сайты, причем это должны быть клан-сайты, которые удобные, понятные, простые, с игровым дизайном, а также предоставить для глав кланов сервисы для управления своими соклановами. Чем еще наш проект может быть интересен? Он может быть интересен владельцам игр, которые испытывают потребность в новых игроках, потому что для начала на наш проект перейдут игроки, которые состоят в кланах. Соответственно, проект наполняется, наполняется очень многими игроками, целевой аудиторией, собственно говоря. И владельцам игр непосредственно заинтересованы в том, чтобы эти пользователи пришли к ним рано или поздно. Кроме того, одна из основных фишек нашего проекта, кроме как клан-сайты и управления кланами, это формирование объективного контента. То есть каждый клан-сайт генерирует какую-то новостную ленту о событиях в каждой игре. Например, игр сотни. Причем эти новости не объективны, потому что когда новость постит администрация игры, то получается, что новость вылизанная и немного как пиаровская. Она пиаровская и остается. А кланы пишут новости, которые непосредственно, они очень объективны, то есть эмоционально объективны. Что администрация сделала плохого, там нюансы. И это очень часто очень важно для того, что… Я на примере. Я захожу, я новый игрок, я думаю, во что мне поиграть. Я вбиваю в поиск новая игра, например, попадаю на территорию кланов. Я читаю, что на первой странице новости со всех игр. И я читаю, что в какой игре происходит. Я понимаю, что здесь в этой игре то интересное, там то и то. И вижу, что эта игра работает, тут администрация как-то более живо реагирует на развитие и так дальше. Я выбираю, что я хочу поиграть в ту игру, и это дополнительный стимул для того, чтобы пользователь, который не пользуется нашим проектом регулярно, мог заходить и ему испытывал потребность в этом. Собственно говоря, проблема была в первую очередь связана с тем, что кланами нужно управляться как-то и иметь клан-сайты. И мы создали такой ресурс, который в первую очередь дает кланам и главам кланов создавать свои клан-сайты. Причем, ну там очень… Если у вас есть возможность выйти в интернет, вы можете посмотреть. Там у нас очень много инструментов. Кланы могут создавать клан-сайты. Глава клана может распределять своим соклановцам права, полномочия, обязанности. Можно вести переписку, можно рейтинговаться с другими кланами всего Рунета. Это непосредственно рейтинг нашего портала и все игры, которые есть на нашем портале. Все кланы, которые есть у нас, они входят… То есть они не могут быть сами по себе. Они привязываются к какой-то игре. Соответственно, каждая игра, которая есть у нас, получает какое-то место на нашем проекте. И для того, чтобы знать, какая игра лучше, какая игра лучше развивается, что порекомендовать новым пользователям, мы устроили такое понятие, как рейтинги. Каждый клан, который создает новости какие-то, влияет на то, что его игра, которую он играет, располагается все выше и выше в этом рейтинге. Соответственно, администрация игры заинтересована в том, чтобы кланы постели новости постоянно и таким образом взаимодействуют со своими соклановцами. Конкуренты у нас довольно мощные. Например, если спросить у людей, которые играют в игры, которые делают свои кланы и которые делают клан-сайты, то большинство из них отдаст предпочтение укозу. Потому что это исторически сложилось. До сих пор никто не предоставлял, в принципе, такого сервиса, как создание какого-то бесплатного, не делал бесплатных инструментов для создания клан-сайтов, кроме укоза. И все почти, в общем-то, пользуются этим сервисом. Наша задача, мы, конечно, лучше, чем укоз, потому что у нас, кроме обычного создания клан-сайтов, есть еще масса всего для того, чтобы клиенты отдали предпочтение нам, но нам нужно переломить стереотип. Для этого нам нужно, конечно, выходить на игроков, на администрацию игр, тогда с ним взаимодействовать и предлагать наш сервис как основной для создания клан-сайтов. Если говорить о том, где игроки получают новости какие-то там, куда они там пишут и так дальше, то есть замечательный ресурс Gamer.ru, который вышел два года назад, там у них тоже 2 миллиона инвестиций было. Основная фишка этого ресурса в том, что это социальная сеть для игроков. Такое слово, заезженное. Но там очень много контента генерируется. И нам, конечно, тоже будет сложно с ними конкурировать, в принципе, потому что у нас есть контент, новостная лента, и у них есть. Но, в общем-то, мы считаем, что если кто знает, что такое Gamer.ru, то на Gamer.ru там просто невозможно найти какую-то более-менее приличную новость, объективную. На первых позициях там все купленные, проданные новости и вылезенные пиар-службами. У нас, соответственно, преимущество в том, что на нашей главной странице можно получить абсолютно объективную новость о том, что происходит в мире онлайн-игр. Кроме того, что мы являемся, можно сказать, социальной сетью и строим социальную сеть на базе своего ресурса, мы можем предоставить свой сервис как инструмент для, например, больших компаний, которые владеют несколькими там играми, для того, чтобы они построили вокруг своих игр социальную сеть игроков и предоставили им такие же самые сервисы, которые мы предоставляем всем. И в данном случае наш конкурент – это Zima.com, это Сергей Орловский, компания Nival. Они вокруг своих игр построили такой портал, который объединяет всех игроков в их игр. Ну и там очень похожий по спецификам в какой-то мере. Это Zima.com. Ну, я думаю, что наша сила в том, что мы в данном случае можем предложить нечто большее, чем просто личный кабинет и связь всех игроков каких-то игр. В общем, как всегда, где можно заработать деньги? Я уже говорил о том, что рекламный бюджет около 100 миллионов, где-то там в Рунете. Ну, мы думаем, что мы тоже можем присосаться к какому-то там потоку, не знаю, довольно неплохому. Поэтому все зависит от того, сколько будет количества у нас трафика, сколько мы людей сможем убедить в том, что наш проект достоин того, чтобы на него заходить. Поэтому первый источник – это рекламный бюджет. Второе – это премиум решение для клан-сайтов, для глав кланов. Потому что сейчас у нас, в принципе, все расширено, все расшарено. Но мы в будущем планируем выделить платный сегмент в этой нише и сделать бесплатные решения какие-то для клан-сайтов и сделать платные. Кроме того, мы планируем сделать… Ну, это уже, в принципе, как работает, но мы на этом еще не зарабатываем. Мы планируем сделать так называемые турниры между всеми кланами, для того, чтобы регулярно кланы могли соревноваться друг с другом не только в своей игре, но еще и с кланами из других игр. И эти турниры мы планируем монетизировать. Ну и четвертый пункт – это то, что я уже говорил немножко чуть раньше, что мы можем предложить компаниям, которые владеют сетью игр, какие-то… то есть построить вокруг всех игр социальную сеть, которая будет локальная. Локальная только для их игр. Маркетинг, как всегда, баннерная реклама на ресурсах своей аудитории. Игровые турниры, поисковая оптимизация, партнерская программа для владельцев игр и реклама в онлайн-играх. На данный момент проект работает полгода. Можно сказать, что мы его тестировали и продвигались по модели партнерской программы для владельцев онлайн-игр. Сейчас у нас мы партнерим на эксклюзивных условиях со всеми украинскими онлайн-играми. Это Иштвар, Майленд, игры Юник Геймс. Суть в чем? Мы предлагаем играм взаимодействие с нашим порталом с помощью API. То есть мы написали API, и игры могут обмениваться с нами данными. Например, игры получают от нас такую информацию, как какие игроки у нас зарегистрированы, какие кланы у нас зарегистрированы, какой клан дает больше рейтинга для этой игры. Соответственно, эта игра потом в себя в игре дает этому клану больше привилегий. Очень неплохо себя показал этот инструмент. Например, у нас сейчас 90% игроков, которые играют в игре Майленд, по-моему, 20% игроков, которые играют в Иштваре. Ну и так дальше. На конференции мы буквально познакомились с несколькими разработчиками из России, заключили с ней партнерское соглашение о предоставлении им API. Ну, в общем-то, вот. В будущем, когда у нас все немножко устаканится в плане программной части, мы будем двигаться и другими способами. Такой пункт был в рекомендации, как составлять самую защищенность, защищенность нашей платформы от конкурентов. Ну, в принципе, не надо сказать, что мы защищены каким-то образом. Единственное, что мы выиграли время, мы договорились со всеми и договоримся со всеми, потому что мы знаем, кому нужно говорить. Мы знаем всех владельцев, в принципе, игр, рунетов с помощью, благодаря конференции. И мы знаем, что нужно клан сайтам, что нужно игрокам, что нужно владельцам игр, потому что мы сами разработчики. И я думаю, что у нас неплохой зазор. И, собственно говоря, почему я здесь, почему я рассказываю об этом проекте, потому что нам не помнижали бы деньги для того, чтобы его проведены дальше по тем ключевым позициям, о которых я сказал чуть позже, чуть раньше. Это баннерная реклама, оптимизация и так дальше. Все, спасибо. Надеюсь, что вы что-то поняли. Вопросы есть какие-то? Один, один. Включим. Так, я могу просто парочку советов дать. Я занимался разработкой так называемого Landware портала для сообщества StarCraft в 2007-2006 году, где-то так. Функциональность была очень похожая. Там регистрировались кланы, администраторы кланов регистрировали свои кланы, набирали туда игроков, и портал этот автоматизировал проведение кланваров между кланами. Ну, то есть, когда два администратора кланов между собой договариваются о том, что давай повоюем, они между собой воюют, там же сразу игроки вбивают реплеи, все результаты, кто победил, кто проиграл, автоматически это все подтверждение. Вот, и в чем фича была? Оно сразу считало очки и рейтинг. Ладдер там был для кланов. То есть, рейтинг кланов автоматизирована системой подсчета очков. Вот за счет этого он очень хорошо пошел. То есть, они стремились как можно больше между собой поиграть. Вот, насчет страничек кланов, по-моему, это не самое приоритетное. Лидеров кланов больше всего интересует, чтобы их клан светился в топах. Вот, а странички могут быть и в виде групп, ВКонтакте, Фейсбуке, по-моему. Ну, в принципе, наверное, первое. Здорово, что у вас это пошло. Теперь вопросы еще такие. Вы говорили, у вас будут какие-то некупленные новости на главной странице? Это как? Ну, для начала, я хотел бы, что вы говорили после турниров. Что у вас одна из уникальных вещь проекта это не заангажированного новости, как вы себе представляете. Нет, смотрите, вы говорили, что не всем кланам нужны странички. Мы, в принципе, тоже к этому пришли совсем недавно. Мы жестко ограничивали тех, кто может постить новости на нашем проекте, которые могут потом вылезти на главную страницу. И только мы дали возможность еще тем кланам, которые уже на рукозе, на гену, где-то еще имели свои странички, чтобы они просто регулились у нас и постили новости, независимо от того, есть ли у них клан сайт, ну, странички. А по поводу купленных, не купленных, ну, вы же прекрасно понимаете, что, например, на большинстве популярных ресурсов, контент, контент, контент тогда, все новости, большинство новостей, они, в принципе, как... Их мало пишут сами владельцы этих ресурсов. К ним обращаются пиар-службы игр и платят за это деньги, чтобы игры разместились на первых страницах. Мы выбираем новости... Мы выбираем новости... У нас сидит модератор, который выбирает новости со всех клан-сайтов, которые есть в нашей системе. Он просматривает новости на актуальность, и есть новость, в принципе, нормальная, и она раскрывает какую-то... То есть что-то изменилось в этой игре, мы ее постим на главную страницу, первую серию. То есть новости отбираются человеком, ему, соответственно, можно заплатить. То есть это один из способов монетизации. Нет, 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 нет. Не совсем не так. Почему отбирается? Потому что многие... Ну, клан может постить новости не только про игру, но он постит, что... Сегодня нашего соклана с день рождения. Сегодня там взял к соклана из 5 level. Ну, зачем такие новости пустят на главную страницу? Мы их просто фильтруем и не пускаем их на главную страницу. А новости, которые, в принципе, ну, конечно, можно сказать теоретически, что можно купить кого-то. Ну, если у нас модератор, кто его знает, кто такой модератор? Кому платить деньги? Ну, поэтому, можно сказать, что, в принципе, объективно они не сангажированы. В общем, главный совет это сделать ладдер и завод. Да, спасибо. Ну, в принципе, мы так и планировали. Окей, перемещаемся дальше. Уже взаимодействовали с западными издателями? И второй вопрос. А как вы собираетесь переманивать игроков, чтобы они создавали, ну, чтобы они создавали страничку на вашем сайте, когда у них есть собственный сайт, и когда у вас нет возможности связаться с администрацией? Ну, например, эти кланы каких-то шутеров, того же Counter-Strike, а там, где очень много, там, где очень большое количество кланов, и разработчики, думаю, за ними не следят, ну, за всеми кланами? Ну, на запад мы, в принципе, не выходили пока, пока только на Рунете. Потом у нас, мы нацелены только на онлайн-игры, то есть Counter-Strike и так дальше, нас мало интересует. Там действительно очень много кланов, но они несколько другие. Мы работаем с онлайн-играми. А как их переманить? Ну, во-первых, если их друзья будут находиться у нас, то я думаю, что они рано или поздно перейдут к нам. Во-вторых, игра будет непосредственно заинтересована в том, чтобы как можно больше кланов было у нас, потому что у игры повышается рейтинг таким образом. А чем выше рейтинг этой игры, тем больше игра получает трафик о себе. У нас там идет статистика очень гибкая, мы показываем игре, сколько конкретно от нас перешло, сколько от них перешло. Все это очень гибко считается, мы показываем каждый раз. У адельца игры есть еще что-то там, хороший кабинет его. Там все расписано, все показано и так далее. Ну, не знаю. Надеемся, что мы будем лучше, к нам перейдут. Что есть у вашего сервиса, чего нет на Xfire? Это сервис, в котором есть и видео, и скриншоты, и кланы, форумы кланов. Все это, все, что вы перечислили. Не знаю, что за Xfire? Это сервис, который работает уже 7 лет. А ты в Рунете идет, да? Нет, во всем мире. Ну, не знаю, в Рунете мы о нем не слышали. Грустно? Может, грустно. Значит, мы будем в Рунете Xfire 2. Я просто сам игрок, мне 10 лет игрового стажа. Я точно так же создавал клан-сайты, я не слышал о таком, действительно. Уклозно. Такой вопрос. Я, скажем так, в прошлом и игрок кланов, и клан-мастер, и в итоге я содержатель игрового ресурса, как игрового сервера. Мне тоже приходилось сталкиваться с такой проблемой. Все владельцы игр, в первую очередь, у них цель – это прибыль и монетизация. Планируете ли вы предоставлять какие-то дополнительные инструменты монетизации игроков для администраторов игр, для владельцев? Ну, единственное, только то, что мы можем дать играм, это трафик. А у нас был запланирован там некоторый маркетинговый такой инструмент, как игра может наградить, ну, с помощью IP, игра знает, что этот клан, или как ряд кланов, да, у нас присутствует. И они понимают, что какой-то клан дает им больше рейтинга, в общем рейтинге, они награждают свой клан с внутренними игровыми ресурсами. И мы постим на главной странице, что вот такая-то игра, обратите внимание, все награждают свой клан. Ну, то есть для игры такой дополнительный стимул, но мы не продаем это. Спасибо. Еще вопросы? Турниры между кланами одной какой-то игры, или, то есть как вообще, если разные геймплеи, какие турниры можно устроить? Скорее всего, даже не скорее всего, это турниры между кланами всех игр. То есть ваши кланы сражаются в вашей игре, как там у вас все запрограммировано. А у нас немножко другое. То есть они сражаются не просто, как сражаются там, покупают артефакты или там куда-то плавают на кораблях. Это несколько другой там геймплей и другая логика. Но смысл в том, что все кланы всех игр типа как бы соревнуются между собой за то, какой клан лучше вообще в Рунете, например. Мы говорим о Рунете. В чем они, в чем это выражается и чем они меряются? Ну, не хотелось бы о том сейчас говорить. Но это просто, ну, так же, как в любой игре есть какие-то свои там секреты. Так же у нас есть какой-то секрет, который мы не хотим пока рассказывать. Окей, спасибо. Вам тоже спасибо. А вам не кажется, что с точки зрения владельцев игр ваш сервис опасен, скажем так? То есть им интересно удержать аудиторию у себя, им не интересно, чтобы рекламировались, ну, чтобы их не игроки были где-то и там могут рекламировать их же конкурентов? Ну, такая опасность есть, конечно, безусловно. мы живем в открытом мире и игроки прекрасно, если ему игра надоела, он рано или поздно все равно уйдет, он будет искать, куда ему уходить. А если ему игра не надоела, то ему нет смысла уходить, наверное. И даже более того, некоторые игроки играют в 3-4 игры одновременно, в разные там сеттинги и так дальше. тратят и тратят и тратят и тратят Ну, а как опыт, к примеру, Травяна, когда они на клановских порталах запрещают даже рекламу других игр, и как бы они показывают, что они вот лучше всех раскрутились и лучше всех держатся на полу уже сколько лет. Мне кажется, ну, я лично, как я себя был по владельцам сейчас действующей игры, я бы, ну, просто запретил бы в правилах у вас регистрироваться. Смотрите, тут есть две стороны медали. С одной стороны, конечно, вы правы, и это справедливо, наверное, для больших игр, которые считают, что они отдают трафик небольшим играм, да? Но тут же есть и другая сторона медали. Например, в принципе, как мы рассматривали, мы даже бились головой облет, когда мы продвигали этот проект, и мы решили просто пойти снизу. То есть мы начинаем с малых и средних игр, и они с нами работают уже на данный момент. И когда у нас будет достаточно довольно большое количество трафика и пользователей, то большие игры просто вынуждены будут с нами начать работать. Окей, спасибо большое. Всем спасибо за внимание. Удачи. Глубже выдох. Я знаю, что вы все немножечко устали, я постараюсь рассказать очень быстро. В первую очередь, я постараюсь до вас донести, почему меня заинтересовал этот, нашу компанию заинтересовал этот проект. Проект сейчас находится в эксклюзивном продюсировании. Разработчики белорусской компании «Обаймедиа». Проекту где-то полтора года, и сейчас он начинает активно продвигаться. Пять месяцев он продвиглась в России в одноклассниках с очень хорошей статистикой и показателями. Сейчас он стартует в Украине, даст Бог, он будет стартовать в некоторых странах Азии. Я надеюсь, что все будет очень интересно развиваться. Мне хотелось бы с вами встретиться через год, может быть, в этой же аудитории, может быть, где-то в другом месте, и прийти и рассказать чего-то, может быть, даже чем-то похвастаться в плане этого проекта. Игра, мы ее на Украине назвали «Драйвики». Моя дочь захотела ее так назвать. Она понравилась разработчикам. Название понравилось разработчикам. Почему «Драйвики»? Потому что вот так обозвали детей, которые в этой игре ездят на скейтах, на самокатах, потом, чем они становятся круче на их языке, у них уже появляются машинки и так далее и тому подобное. Уникальность этой игры еще состоит в том, что в игре играют в 30 странах мира и очень много детей англоговорящих. То есть у наших русскоговорящих детей есть возможность практиковаться и общаться с детками из других стран на английском языке. Так, игра находится по домену drivingkids.com на английском языке. И еще скажу пару слов о том, почему именно этот проект. Есть хорошая аудитория, целевая аудитория, это дети от 4 до 12 лет. Ну, 12-ти, это мы так уже с оптимизмом взяли, от 4-х где-то до 10 лет. Аудитория очень классная, аудитория очень открытая, гибкая, пластилинчик. Они, в общем-то, с благодарностью воспринимают, наверное, все, чего им дает жизнь, в том числе и игры. Этот возраст очень любит играть, так как сейчас везде появились компьютеры и маму, и папу. И дома, у нас у каждого ребенка дома свой компьютер. У них там идет распределение комнат компьютеров, в том числе и драйвиков. Вот. Получается, есть хорошая аудитория воспринимающая. Есть аудитория родителей, которые готовы платить небольшие деньги за то, чтобы их ребенок развивался в доброй, безопасной онлайн-игре. И есть хороший продукт, хорошая игра, которая, в общем-то, направлена на то, все мини-игры, весь вообще виртуальный мир этой игры направлены на то, чтобы ребенок проявлял свою индивидуальность, чтобы ребенок общался, чтобы ребенок тренировал память, логическое мышление, чтобы у ребенка легче проходила подготовка к школе. На этом акцент. Ну и опять же, английский язык. Сейчас почему-то очень многие родители помешаны на том, чтобы ребенок обязательно знал один иностранный английский, минимум два. поэтому для нынешней ситуации, для нашего рынка это, наверное, очень интересный и успешный должен быть проект. Опять же, говорю, через время, может быть, встретимся, посмотрим, как получилось. Так, это я вам рассказала. Цели предназначения, все очень просто. Ребенок должен обучаться в игровой форме, потому что это возраст такой. То есть, если мы будем поставить воспитательницу в строгих очках, которая не умеет улыбаться и будет она что-то рассказывать, то ли игра, где они там все вместе встречаются, разговаривают с роботом, разговаривают друг, общаются друг с другом с помощью открыточек или небольшого чата. Опять же, это все очень строго моделируется. Есть отличия. Детям больше нравится. Есть хорошие... Опять же, я не буду вставать в крыльях, задаем говорить, что там плохие воспитатели или учителя. Есть и хорошие воспитатели, но это как один из инструментов тоже ребенку развиваться и обучаться и общаться. Поэтому всесторонно развиваться в игровой форме, учить детей в этой игре, получается, заходя уже в игру, ребенок начинает выбирать себе цвет волос, цвет кожи, цвет платья или штраф, вообще там какой-нибудь костюмчик будет, на чем он будет ездить, потом как он свой дом будет обустраивать. То есть он начинает анализировать. Ага, я сюда попал, что я тут дальше делаю? Опа, тут еще ездят какие-то дети, они живые, они катаются. Он начинает с ними взаимодействовать, то есть второе, он начинает общаться. И из-за того, что нет вот такого сразу прямого контакта, он начинает не бояться общаться. Дети учатся коммуницировать и общаться с людьми, неважно из какой страны ребенок. Это очень сильная такая штука, как для игры. Третья, ну смелась вообще не сказала. Бюджет, опять же, ребенок попадает в игру, и тут сейчас мы так в этой игре сделали, что в месяц ему дается бонусом, премийный аккаунт, и в игре есть много денег, он может делать все, он может покупать весь гардероб, мобиль, обустраивать дом, может делать все, играть в игры, которые там есть часть бесплатных, часть платных, вот, но когда-то эти деньги заканчиваются, да, и в итоге либо ребенок дальше что-то там, как-то там, вот, ну у меня, например, дочь догадалась, она рассчитала, во сколько ей игр надо поиграть, чтобы еще раз такую сумму заработать, разъезжать по магазину, опять купить все, что ей надо, в итоге она стала самодетой, обутой, и у нее было все, но она на этом не остановилась, казалось бы, все, уже, наверное, куда дальше, она начала вычислять детей из других стран, ей 12 лет, и она начала присматриваться, в чем они одеты, и как они выглядят, и вообще, как они себя выглядят, и если она кого-то видела еще круче себя, у нее заново все запускалось, то есть заново играть, заново заработок денег, ну, как бы, это такой человек, да, есть, есть, например, два брака, одному семь, другому пять лет, там еще интересная ситуация, то есть они полностью, они мозгами в этой игре, они ее очень любят, но у них другая индивидуальность, во-первых, это мальчики, они почему-то по сравнению с ними более скромные, они не так вот успевают, у них не так, ну, и возраст, у них не так работает мышление, что эти деньги можно заработать, то есть ко мне сын подходит, да, и говорит в семь лет, что, мам, ну, у меня там закончились деньги, я не могу заработать деньги, ты, пожалуйста, мне заплати, там надо что-то заплатить, я уже 10 раз попробовала, у меня не получается заплатить, заплати ты, вот, и, вот если брать отдельно от его сестры, то я бы как мама, я бы заплатила, мне не сложно заплатить под долларом в месяц, да, это один поход в кино, я знаю, что мой ребенок сидит, общается в игре, и развивается, и обучается, то есть он не просто там стреляет, или валяет дурака, или вот вообще у него там глаза на лоб вылазит, а толку никакого, что-то полезное происходит, и мне не жалко, надо было бы потратить свои деньги, но я еще продала эксперимент, я посмотрела месяц, они вообще таких три подопытных кролика бегали, прежде чем я взялась за эту игру, я сказала, что, нет, цель, давай я сейчас платить не буду, ты подумай, попробуй чего-то придумать, да, и, соответственно, в конце концову вашему марку я сказала то же самое в четыре года, что я не хочу сейчас платить, я просто хотела посмотреть на их реакцию, они стали, в общем-то, как и старшая девочка Лиза в школе начала подключать учеников и параллельные классы, да, я просто рассказываю, как игра начинает распространяться сама, то есть это, так же мальчишки начали бегать за ней, потому что они увидели, что у нее получается, и, в общем-то, все очень просто, и она еще и получает удовольствие, они нервничают, и она получает удовольствие, причем результат один и тот же денег никто не получает от мамы, да, значит, она начинает бегать и договариваться с ней, у нас по заканчиванию зеркалки они прибегают с проблемой, на что она им отвечает, значит, так, ты сегодня моешь посуду целый день, а ты завтра моешь посуду, я вам за это по 15 минут сажусь в игру и делаю все, что надо, то есть у них такие вот внутренние переговоры, они договорились, но я к чему сейчас привожу этот смешной пример, индивидуальность каждого ребенка, они все разные, они легко вот и увлеченно вливаются в эту игру и начинают взаимодействовать как в оффлайне, так и в онлайне, вот, и опять же, я говорю, что если бы эти дети были поразны, да, есть родители, которым подойдет ребенок и скажет, там, родители, дай мне, я хочу все иметь, но у него, например, нет там, такой смыкалки и приткости, чтобы все моментально зарабатывать, организовывать свою деятельность в игре и без посторонней помощи родителя очень комфортно и уютно себя чувствовать в этой игре. В итоге, чего нам хочется, вот всем и создателям этой игры, и нам, как продюсерскому центру, и людям, с которыми мы дальше будем партнерить, и на Украине, и в других странах, хочется создать уютный, добрый, безопасный детский мир, такой вот виртуальный, но который будет иметь практическую пользу для детей, для подрастающего поколения, потому что это громкие слова, я хочу сейчас там бросаться какими-то красивыми словами и говорить, что давайте мы будем все очень такими благовидными людьми, думать о своем будущем, о подрастающем поколении, но на самом деле очень важно, что мы вкладываем в тех малышей, которые следом идут за нашим поколением, на самом деле важно, наши дети растут на изображении каких-то там страшных рож, какого-то насилия и так далее, и так подобно, либо спокойно мускали сопровождение, цветовая гамма, над которой работали одни из лучших психологов, педагогов и других специалистов, и то же самое качество и наполненность игр, может быть, вы помните, когда еще мы были маленькими, были такие игры, как пятнашки, да, вот мы в ладошках держали, там складывали эти цифры, то есть мы логически мыслили, потом морской бой, потом там, ну, в шахматы я играю в 11 лет, не знаю, может, вы тоже играли, то есть были какие-то вот игры, которые, ну, во всяком случае, я играла в игры и мои друзья, которые нас развивали, даже в те же войнушки, когда там мы бегали по улицам, да, опять же, какие-то там стратегические планы у нас рисовались и так далее. Сейчас мало таких игр. Наши дети растут немножечко на других играх. Вот наша цель создать вот такой вот мир подобных игр. Преимущества проекта я уже кое-что озвучила, над проектом работали очень квалифицированные специалисты. Если будет возможность, зайдите, посмотрите, вы просто можете побыть в этом проекте и выполните, что вам в нем комфортно находиться. Вас не будет раздражать музыка, вас не будет раздражать озвучивание проекта. Ну, в общем-то, опять же, окунитесь, и, ну, если будет интересно, да, вы поймете, если вас это не будет раздражать, это не будет раздражать и детей. И, в общем-то, дети не психами будут из игры выходить, да, когда, ну, как говоря, он тоже, я наблюдала за детьми, играет ребенок в игры, не буду говорить ни названия, ничего, и тут мы говорим, что еще есть 5 минут у тебя, да, и все, это инор. Ты выходишь, потому что на сегодня твой имит исчерпан для глаз, для осанки, для всего остального. И тут с ребенком просто начинается паника, его уже туда затянуло, он сам этого не понимает, он чуть ли не падает на пол, там не бьется головой об компьютер, да, он ничего не может с собой сделать. Субтитры сделал DimaTorzok